приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина сегодня у нас понедельник 26 августа и начинается моя новая вышивальная рукодельная и не только неделя началась она у меня так как я надеюсь немного недель в моей жизни будут начинаться я проспала я даже не знаю удастся ли мне вам на ярком солнце это как-то показать да вот 2.53 это это оно это количество часов которые я проспала если можно это так назвать у нас уже я не знаю по 6 час уже тревога в области уже 9 час тревога шахеды ракеты кинжалы и тут сбивали короче все все 33 удовольствия ой сосед пилит прям ну все 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 карты сложились еще ракет уже нет но добивают еще в области шахеды поэтому не дают отбой куча людей в метро никто никуда не может доехать такси 600 гривен я быстро вкинула все на зарядку потому что все полностью все что было а было очень много всего все летело исключительно по энергетике и никуда больше просто все по свету не знаю как оно что оно будет сейчас вот был свет я пошла быстро помыла голову думала класс пока есть свет но сейчас свет пропал буквально я снимала финальный кусочек по вот этому процессу по моей райской бухте которую я вчера закончила и в этот момент откланялся свет ну я как-то буду сейчас сушить голову путем попадания прямых солнечных лучей потому что других вариантов особо нет да веселого конечно мало не еще на завтра планы я сегодня записалась на тренировку вечером вот джампинг это прям то что нужно после двух часов пятидесяти трех минут сна вот это это просто то что доктор прописал ну уже пойду что делать уже пойду не там включен ноутбук значит видео кто-то сейчас не смонтирует но ничего подождем пока будет свет в любом случае вы его уже видели а я пока что его только собираюсь монтировать и выкладывать у меня немножко сдвинулись все планы которые были на эту неделю вышивальная неделя у нас с вами кстати будет немножко покороче не знаю насколько покороче по времени но точно покороче по дням потому что у нас будет вышивальная неделя на 5 на 6 дней соответственно следующая вышивальная неделя будет на 8 потому что я в воскресенье уезжаю вы не поверите это конечно шок контент но не во львов не во львов вот так вот такой вот поворот вот так бывает я могу куда-то съездить и чтобы это был не львов а куда увидите в следующей вышивальной неделе ну а спонсоры увидят непосредственно в воскресенье первого числа когда у меня выходят уже лучше традиционно второй раз выходит впечатление месяца который мне тоже на этой неделе предстоит снять также мне предстоит снять планы мне предстоит снять итоги все эти съемки у меня должны были начинаться завтрашнего дня но я вчера вечером их решила на один день сдвинуть завтра сделать кое-что другое важное и плюс у меня будет еще один день для того чтобы что-то экстренно до вышивать и из того что я планирую экстренно до вышивать будет вот такой вот процесс немножко свои переезжаем у меня вчера было гораздо меньше у меня вчера был вот такой вот кусочек но я вечером как села как 800 крестиков штопнула в общем это позже по-моему серенада в розовом называется дизайн в общем это херитаж вот так вот будет выглядеть работа и опять же я вчера очень-очень хорошо ее продвинула и сейчас собираюсь этим же и продолжить заниматься да может я потому сегодня и так спала почти не спала потому что у меня какое-то было предчувствие чего-то нехорошего но и не такое переживали это переживаю в общем пойду я вышивать у меня на этой неделе еще будет старт маленького набора миника от дим не мини голда просто обычного миника надо дооформить несколько работ которые у меня вышиты но не собраны не оформлены в какое-то конечное изделие ну в общем все будет зависеть от того какое количество крестиков мне удастся сделать сегодня и соответственно посмотрим сколько у меня останется свободного времени завтра послезавтра я так вроде распланировала что в среду буду снимать планы в четверг итоги в пятницу впечатления месяца пока что предварительно так но плодировать конечно что-то сложно но я пытаюсь изо всех сил так что если вам интересно как у меня пройдет эта неделя оставайтесь со мной добрый вечер у нас тут восемь пятьдесят четыре десять тысяч шагов да я спортсмен что он хочу сказать этот вечер был бы гораздо более приятным если бы в нем был элемент света то что вы сейчас видите это фонарь висит света нет света просто нет соответственно со светом у нас нет воды как вы понимаете у нас вода завязана на свет то есть ничего нельзя помыть вон там кто-то гремит какими-то ведрами на заднем плане можно слышать хорошо у нас было там что-то набрано в общем я в 11 его отключили и я же надеялась что через какое-то обозримое количество часов включат я довела ноутбук до там пяти процентов я довела два пауэрбанка у меня работал вайфай и в какой-то момент ноутбук разрядился те два пауэрбанка тоже разрядились но один полностью один там наполовину и в общем я все отключила должны были дать свет в 5 его дали минут на семь снова выключили и вот его до сих пор нет и судя по всему он будет если будет два часа ночи если будет я так понимаю что у меня первая группа здесь на даче я так понимаю что не во всей первой группе такая прискорбная ситуация не у всех ста процентов пользователей я просто вытянула счастливый темный билет и вот у нас у нас такое что интересно что вместе со светом и водой связи то что же нет есть вот мне телефон от пауэрбанка заряжается от того последнего он какой-то е и две палочки то есть 4g вообще нет иногда е тоже пропадают у меня один раз даже только что включился роуминг это серьезно серьезно роуминг но она и неудивительно потому что сегодня была вот такая вот ситуация вот это шопа сбивали вот этот кинжал я очень хорошо слышала что положительного в этом всем если в этом есть что-то положительное это то что когда пишут что летит кинжал и ты понимаешь что его сейчас будет сбивать а это очень громко только это слышал как сбивают кинжалы это можно там представиться от одного звука особенно если неожиданности я успела маме крикнуть а там когда приходит уведомление он же летит там что-то меньше трех минут и я успела маме крикнуть игру сейчас кинжал будут сбивать и она буквально я не знаю минута проходит шандарах двери все в доме туда-сюда туда-сюда стекла зазвенели дверях но слава богу в этом конкретном случае без последствий в общем не знаю что что там как там по-моему было что-то 127 ракеты там чтобы больше ста дронов в общем по моему то ли самое массированное так а то ли я помню в начале больше ста ракет было но чтобы одновременно из 100 ракет и 100 дронов такого и не помню мне завтра вставать рано мне завтра я задумала среди прочего не зато много всяких мероприятий запланированных подвигов но я еще задумала съездить в ресторан хьюги где у нас была предыдущая рукодельная встреча весной и договориться по поводу следующей встречи завтра это сделаю надеюсь что метро будет ходить сегодня почти 8 часов была тревога в киеве и почти 14 в области много кто на работу не доехал кому-то сказали не ехать вообще кому-то сказали ехать после отбоя в общем полный дурдом я волнуюсь больше всего за продукты в холодильнике потому что она она держит у нас были в морозилке есть эти две полутора литровых полутора литровых бутылок воды замороженных и как раз на тот случай когда долго нет света достается бутылка замороженная из морозилки прикладывается в холодильник и собственно поддерживает холод ну хорошо у нас холодильник держит но неизвестно сколько еще не будет света если его включат на два часа то ну что-то подзарядиться но прям все не зарядится то есть у меня все пауэрбэнки там некоторые заряжаются дольше чем два часа не знаю я как поступать в эти словные жизненные ситуации вообще я завтра буду в ривер моли и там есть пункт незламности я уже грешным делом подумала я сегодня должна была смонтировать видео по райской бухте но как вы понимаете это со мной не случилось а послезавтра снимать итоги вернее планы а после послезавтра снимать итоги и я планировалась в день в день то есть сняла смонтировал снял смонтировал снял смонтировал потом это на следующей неделе только открывать и мне это надо как-то сделать поэтому если будут включать хотя бы по эти два часа буду пытаться под них хотя это конечно очень будет сложно возможно придется задействовать два часа которые будут среди ночи ну значит буду просыпаться среди ночи такое тоже у нас бывало но опять же в двадцать втором если совсем будет попа простите на слове то наверное потащусь с ноутбуком в этот пункт незламности но что делать для того он есть для того чтобы тащиться туда с ноутбуком не туда конечно пешочком минуток 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 45 наверное как минимум принципе туда можно и маршруткой подъехать поближе в общем это я уже совсем разрабатываю какой-то знаете не план бы какой-то план cd и но если придется им воспользоваться то придется им воспользоваться до больше тут особо никуда и не пристроишься была бы я дома я бы нагло завалилась в свой спортзал это бы все заряжалась идет то видео аватировала это мне что сказал но он далеко он далеко а я тут я кстати сегодня сходила такие на тренировку нас сегодня было 6 человек это прям много и с нами сегодня был даже мужчина я первый раз вижу мужчину на джампинге ну так ну я не знаю мне кажется что не значит сексистскую штуку скажу максимально но мне кажется что мужчины сильнее а женщины как-то более выносливые хотя опять же мужчина от мужчины и женщины отличаются очень сильно поэтому не факт но это было интересно так сегодня было сложненько прям как я люблю пойду еще в среду надеюсь и еще в пятницу планирую пойти что мне надо выхаживать абонемент ну и потому что мне просто нравится вот нужно было там хоть что-то на зарядку кинуть наверняка что были розетки вот балда надо было хотя бы один пауэрбанк взять и где-то его там тихонечко я не думаю что мне кто-то запретил его там воткнуть то что там свет был хотя это та же самая первая группа там был хотя у нас не было и потом я уже выходила тоже пропал и в каждый а это новый такой район и там кафешка 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 ну жека кафешка аптека зоомагазин кафешка аптека зоомагазин кафешка аптека зоомагазин супермаркет кафешка аптека зоомагазин и так далее и у каждого не через одного у каждого стоит генератор и они их все включили одновременно то есть они стоят эти генераторы практически не то что что один стоит, и там через 100 метров другой, они стоят на расстоянии метра друг от друга. То есть они вот так... И они все работают. Как хорошо жить на природе, подумала я, когда живя на природе, прошла мимо ста включенных генераторов. Но, слава богу, что они есть, люди работают. Особо отчаявшихся я не видела. Скорее злых, чем отчаявшихся. Раздраженных, скажем так. Ну, отчаявшихся ни одного не было. Там Ева магазин, и там две девушки, я как раз выходила, две девушки очень деловито включали генератор с таким видом, как будто бы они вот спасают планету. Как будто они делали это уже миллион раз. Дыр-дыр-дыр, все включили, все заработало. Ну, будем надеяться, что ситуация улучшится. Но, если она не улучшится за завтра, то в среду-четверг мне надо будет уже искать альтернативные источники питания. надо будет думать. В общем, сейчас посижу еще с фонарем. Слава богу, он у меня есть. Слава богу, он был заряжен. Лампы у меня практически все были заряжены. И powerbank был заряжен один, а второй почему-то у меня разряжается, когда просто лежит. То есть вот он лежит, и он разряжается. просто в режиме, в режиме ожидания. И я как-то за этим делом не уследила. Ну, вот, смотрите. Полностью пропал интернет. Ничего. Две палочки связи и полностью отсутствующий интернет. Я на том кусочке powerbank, наверное, все-таки надо включать новости хоть раз в два часа, посмотреть, что там делается. О, какое-то что-то прорвалось. Чуть-чуть 4G прорвалось. Ничего себе, так можно жить. Так, я пойду новости быстро посмотрю. Так, ладно, встретимся с вами в следующем кадре. Да-то нормально. Доброе утро. У нас уже 27 августа. Вторник, вторник. Я с утра пораньше качаюсь на качельке на Днепровской набережной. Сходили мы в юге. Но пока чего-то прям потрясающее, лучезарно счастливого сказать не получится, потому что они, как и многие другие заведения, хотят предзаказ. Вот, как-то они это называют депозит. В прошлом году мы обошлись, вернее, в этом году весной мы обошлись без этого. И, по-моему, было прекрасно. То есть я там просила делать какой-то минимальный заказ, но это тоже там раз на раз не приходилось. Кто-то заказал там на, не знаю, 100 гривен, кто-то заказал на тысячу. В среднем вышло 500. Но сейчас они хотят минимум 500 гривен депозит с человека. Либо же, чтобы нас было 20 человек. И мы поместились в один зал. Я не настолько наивна в своем уважаемом возрасте, чтобы предполагать, что у нас будет 20 человек. Но и 500 гривен с человека я не соберу. Абсолютно точно. В общем, не знаю. Я написала еще директору. Но если не получится, а у нас явно будет больше, чем 20, то придется уже после того, как я вернусь, уже через две недели, получается. Я, да, я говорила, что я еду, но не говорила, куда. Я этот, шифровщик. В общем, уже после того, как вернусь, снова приезжать и обхаживать, не знаю, пешочком, ножичками заведение, которое там. Насколько я помню, там больше ничего такого на большую компанию нет. Только маленькие. В общем, не знаю, что это будет. Я, конечно, подрастроилась, но будем как-то пробовать, пробовать что-то решать. Тут у нас красивенько. Там у нас родина мать. Там у нас флаг. Его, кстати, если сильно ветрено, по-моему, это самый большой флаг Украины, если мне не изменяет память. В общем, если сильно ветрено, его приспускают. И если его приспускают, то в телеграм-каналах пишут прям отдельной новостью, приспустили флаг, потому что просто так его не спускают. Но обычно это либо сильно ветреная погода, либо замена полотна. Вот. Сейчас градусов, не знаю, где-то приблизительно. И у меня большой соблазн нырнуть в эту воду с головой и просидеть там максимально долго, насколько я могу задержать дыхание. Но, к сожалению, еще очень много на сегодня дел, так что придется сейчас заканчивать этот праздник жизни и идти дальше. в общем, так себе новость, это тоже новости. По крайней мере, это что-то. Будем теперь пробовать думать дальше. Ну, красиво. Вот, кстати, это кинотеатр. Но здесь тоже, это тоже используется как кухня из лавности. Здесь есть столик, лампочка и розетка. То есть тут можно тоже сидеть. Надеюсь, меня до этого жизнь не доведет, но может. Люди тоже работают и там везде. Купила себе бутылку для воды, потому что мне, я беру на тренировку 550 миллилитров, мне ее не хватает. Купила литровую, буду пить. Надеюсь, поможет. Покажи, в чем у нас проблема. Он даже не фокусируется. Вот. Вот так вот. Вот так мы сидим в полной темноте. В зале кинотеатра. Там экран. Там люди. Там экран. Темно. Где-то там экран. Весело. Почему мы двигаемся, когда мы не должны это делать? Все двигаются, да? Я думаю, да. Отлично. Просто прекрасно. Почему мы заняли? Вот такое максимально естественное положение. Вот, поехали назад. Сейчас такое восстание машин. А может они проверяют, типа двигается она или нет? Или с людьми? А что делать? Да. Мы сейчас посмотрим, что из этого получится. Такого в основном еще не было. Все в жизни бывает впервые. Добрый вечер. Все, иду я домой. Что я вам хочу сказать? Конечно, мы решили сходить в кино. На Чужого. Я очень люблю предыдущие. Все сколько их там? Пять, шесть фильмов. Люди. Куда-то идут. В общем, ей-богу, кто бы мог подумать, что это такая людная улица? В общем, Ривер Молл светится, как новогодняя елка. Мы думаем, ну давай сходим в кино. Я люблю Чужого. Там какой-то новый фильм. Как там было по сценарию, что вроде как это событие, которое происходит через 20 лет после первого фильма. пришли мы, сели, все в порядке. И начинается фильм. А это еще зал 4DX, где трусятся кресла. Вроде все нормально. 40 минут фильма. В какой-то момент просто все гаснет, мы оказываемся в абсолютной темноте. Мы к телефону. Там экстренное отключение света в Киеве. Минут через 5 к нам зашла девушка. Сказала, что мы переключаемся на генератор. Это может занять до 20 минут. Мы сделаем все, что возможно для того, чтобы вас включить. И реально включили. Было объявление, что торговельный центр что-то там переходит на альтернативные джерелла живлени. Тебе почекает обглазка. Дякую ему за ваше разумение. И все. И включили. Еще несколько раз выключали. Потому что то они чуть-чуть перемотали наперед, потом отмотали. Потом еще раз отключали, потому что очевидно появился свет. Они с генератора переключились назад. Ну в общем мы посмотрели. Факт остается фактом. И это я честно, я прям была отрунута. Наших людей не победить. Просто. Когда вот такое вот происходит и ты можешь сходить в кино и люди делают все для того, чтобы ты сходил в это кино. И одни терпеливо ждут, другие решают проблему. Как только она появилась, это шикарно. Так, я добралась домой. Что у нас там? 19.44, 24 тысячи шагов я прошла за сегодня. И мне предстоит сегодня вышить тысячу крестиков. Не знаю, каким образом я это собираюсь делать, но каким-то собираюсь, потому что завтра мне надо будет доделывать пластик. У меня еще лист пластика недоделанного, а послезавтра мне снимать итоги. Завтра мне снимать планы, мне надо сегодня их еще довести до ума, надо сделать коллажи. Слава Богу, есть свет и будет еще два часа. сегодня было три часа света и сколько там получается? Я плохо считаю. В общем, завтра будет вроде как по четыре часа всего отключения, то есть четыре часа не будет, пять часов будет. А сегодня, соответственно, по семь часов не было. Семь на три, да, сегодня. Семь не было, три было. Семь не было, три было. Я сегодня тоже что-то такое очень странное поспала. Пять пятьдесят четыре. Это, конечно, лучше, чем два часа, но все же не восемь, не восемь. Я сегодня три раза среди ночи просыпалась от работы ПВО. Причем, мне кажется, это я еще просыпалась от той, которая была громкая, которая реально где-то была недалеко. мне кажется, я еще львиную долю всего проспала. Три раза я просыпалась, оно гатит, я включаю телефон, пытаюсь понять, что происходит. Три раза за ночь. Ну, вроде как, завтра со светом уже будет получше. может быть, если я завтра доделаю пластик, я бы начала завтра эти ракушки. Посмотрим. Ну, если не завтра, то в четверг я их точно начну. Но можно было бы и завтра. Завтра у меня, опять же, тренировка, пойду со своей новой большой бутылкой. Мне реально не хватает за тренировку пятьсот пятьдесят миллилитров. я цежу просто по, не знаю, по глотку, по полтора. Поэтому я решила, что мне нужен объем побольше. В общем, да, после всех сегодняшних приключений, так я еще в кино не ходила, у меня самые большие приключения, это у меня были, когда тревога была, причем один раз, несколько раз были тревоги, я попадала, и один раз было за один фильм две тревоги. Вот, настолько я удачливый человек. То есть я, а там прям из зала же выгоняют, идешь, ну, в принципе, идешь куда хочешь, но мы ходили прям в убежище. Вот. Ну, а сегодня, конечно, с приключения, без приключений. Ну, хорошо то, что хорошо заканчивается. Расскажу во впечатлениях месяца по поводу фильма «Как мне что». В принципе, есть интересные моменты, есть один, ну, прям, вот, тупой. Я не знаю, как по-другому это назвать. Там одна из героинь сделала, ну, просто настолько глупый поступок, что оно на голову не налазит. Я не представляю себе. Это очевидно, понятно, для следующего сюжетного поворота, но это настолько как-то, я не представляю, кто-то в здравом уме твердой памяти мог вот так поступить. Но, интересно, интересно сделали. Они воскресили вот этого Эша, кто помнит, из первого фильма вот этого, как он там назывался? В общем, вот этого вот андроида, который был вот этот злобный. Здесь они его синтетиком называют. Вот этого, прям вот, вот того вот актера, которого, кто еще помнит, он же играл в пятом элементе Вита Корнелиуса, священника. Только, там, 20 лет между этим и этим фильмом. То есть, этому актеру сейчас, оно ради интереса, я прям залезу, посмотрю. А ну, Чужой. Значит, первый фильм Чужой у нас 86-го года. Так, так, в общем, я полезла в Google. Значит, это второй снимался в 86-м году, первый фильм снимался в 1979-м году. И этот актер, который играет Эша, ему на тот момент было 48 лет, когда он снимался в фильме. И он умер 4 года назад в возрасте 88 лет. То есть, если бы он дожил до сейчас, ему было бы 92 года. Он в фильме, который вышел сейчас, снова 48-летний. Ему было бы сейчас 92. 92. И он реально как живой. Ну, то есть, если знаешь, то уже приглядываешься и видно, что он ну, такой. Нарисованный, да? но, если не знать, ну, это, конечно, современные возможности кинематографа, это что-то. Это просто что-то. Как-то так. Так что на завтра у меня большие-большие планы, на сегодня еще тоже. я пришла домой быстренько поставила, я буквально пришла за 5 минут до включения света, быстренько поставила, вывелась у меня райская бухта. Сейчас я ее открою, наверное, на завтра я, может, сейчас ее спонсором открыть или завтра. Ладно, открою завтра для спонсоров, для всех открою в четверг. В общем, сейчас буду думать. Открою календарь, сейчас что-нибудь соображу. Ну, я надеюсь, что сегодня будет финиш. Вот это вот у нас уже грудка нижней птички первой. На ней будет еще одна. И цветочки уже готовы. Ну, вроде как по цветочкам даже бэкстич не предусмотрен. Я еще полезу, у меня где-то должна быть оригинальная схема. Но вроде как нет. Вроде как бэкстич у нас только на птичках. Будем видеть. Ну что, ну что, ну что, доброе вам утро. 28 августа у меня уже. И у меня только что снялись планы на осень. Как-то так. Маленький спойлер. Скоро вы это увидите. Не все. Рамы стоят на стуле рядом. С другой стороны еще один стул. Здесь стояли другие рамы. Сейчас тут стоит хаэт. Я это все стояла, снимала в купальнике, потому что у нас снова плюс 187 градусов тени. Я впервые снимаю видео в купальнике, но я ни о чем не жалею. Мне кажется, это было едино правильным решением. сняла я планы. Они у меня заняли больше часа. То есть видео будет где-то час, я думаю. Ветер какой-то поднялся. Непонятно почему. Меня даже не совсем зажарило, потому что какие-то тучки, облачка вернее набежали. И надо наверное снять ой-ой. Ой-ой-ой. Как вы думаете, снимать этот кабачок или еще подождать? Слушайте, надо снимать. Его явно надо снимать. А что мы ждем? Тут еще два маленьких. В общем, это наша единственная грядка. Если не брать во внимание этот руколу, которая сама выросла. Вот это единственное, что у нас есть съедобного. Мы часто сажаем, тут еще такая сетка натянута, если там что-то плетется. Мы сажаем вот что-то вот именно сюда, вот так вот, просто вот в это вот место, чтобы просто поприкалываться. Чтобы что-то выросло и ты его съел. То есть мы это не консервируем, никуда потом не деваем, то есть съедаем и все. Ни для каких заготовок это потом не используется. В общем, что я вам могу сказать. Пойду-ка я это все дело сейчас монтировать. Если есть свет, пойду по моему голову. Я сегодня снова иду на тренировку. Но иду я сегодня на тренировку к новому тренеру. Я не в восторге от перспективы. Я однолюб. Я привыкаю к одному тренеру и мне потом больше никто не надо. Но та тренер, к которой я ходила, не работает по средам. Поэтому пойду к новой. Ну, у меня теперь есть с собой литр воды. Думаю, как-нибудь, как-нибудь. Но если вы ходите на тренировки, вы привыкаете вот настолько, что потом к другому не хочется идти. она еще на 10 минут позже. Это я уже буду по темноте возвращаться. У меня тут такой потрясающий райончик, чтобы по темноте возвращаться. Буду отбиваться бутылкой, если что. Если вы видите это видео, я вернулась. Если есть свет, сейчас пойду быстро по мою голову. Поставлю это видео, чтобы сбрасывалось. Такая у меня конструкция снимает это все. Если вам в кадре постоянно попадаются бутылки, это не то, что мы здесь бухаем сутки. Мы из бутылок делаем дорожки, клумбы огораживаем. Мамино дизайнерское решение. Мы эти бутылки собираем. По мусоркам не собираем. Хотя несколько случаев, когда там стояла какая-то красивая бутылка, какая-то голубая. Не об этом. В общем собираем по всем знакомым друзьям, поэтому если вам в кадр что-то такое попадает, не думайте, что мы тут прям не просыхаем. Это давно уже все делалось, собиралось. Маме нравится, я если честно как-то интересно. Из бутылок даже дома строят. Так что стекло и стекло. У нас дорожки и грядочки. В общем все, пойду посмотреть, что там со светом, как там, что там. Вроде сегодня должно быть получше. А, и давайте покажу вам, что у меня там с птичками. Мои имя от Херитаж. Мне сегодня еще надо, сейчас буду сидеть монтировать планы. Мне надо сегодня довышивать еще в Херитаже 400 крестиков. Вчера вышло только 700 крестиков, потому что села строить планы. И мне нужно сегодня вышить практически целый лист пластика. Я не знаю, как я это сделаю, но как-то надо. Плюс мне надо сегодня там у меня бабочка это оранжевая от Arts Parade. Ее надо собрать. У меня там от Embroidery Craft захит солнца, который West the sun. Его надо сшить там эти передние и задние части. А завтра снимать итоги. В общем, у меня сегодня продуктивный день. Зачем ты еще идешь на тренировку, спросите меня вы? Не знаю, отвечу вам я. Но я уже записалась, назад дороги нет. Так что пойдемте посмотрим на птичек. Итак, что мы имеем? Вчерашние мои 700 крестиков вылились в птичку номер раз и половину птички номер два. Кстати, я сегодня доставала, что мне нужно для планов и с удивлением обнаружила, я не знаю, как это объяснить, это называется нервы почти вылечились, а теперь память отвалилась. У меня есть оригинальная схема. Просто хочется, как в этом, знаете, в мемах этих. Вот это поворот. Да, у меня есть оригинальная схема. Вот, пожалуйста, все добро. И да, здесь действительно я посмотрела бэкстич только на птичках. Вон, лапки, хвостики. В общем, мне осталась вот эта птичка и вот эту вот коробочку мака, я так понимаю. К этому я и приступлю и к монтажу. Если мне удастся еще до отключения света не только смонтировать, но еще и вывести, это, конечно, будет чудо из чудес, но не получится, значит, просто смонтирую, выведу вечером. Главное следить за светом, потому что я опять помыла голову и опять могу остаться как в понедельник с мокрой головой, а солнца нет. Я ее просто никак не посушу, поэтому надо следить, когда наступит тот момент, когда Светлана решит откланяться, но пока тьфу-тьфу-тьфу. Пока нормально. Так что все, дошиваю этот процесс, глажу его, глажу маки, которые я вышивала в июне, по-моему, они у меня в жутком абсолютно состоянии. Ой, извините, я вас толкнула. Но их вот спялись только что, не только что, вернее, я сняла их давно спялись, что они вот лежали. Не поглаженные, но я сейчас смотрю на эту работу и я спойлер поставила в планы подсолнухи, тоже это Саша стич, дизайнер, поставила в планы подсолнухи и думаю, брать мне их с собой в поездку или не брать, потому что я не уверена, что у меня очень много будет времени на вышивку. Мы едем всего на 5 дней, из которых один это день, когда мы приедем и последний это день, когда мы уедем, то есть на полноценных, грубо говоря, вот, чтобы там проснуться, там уснуть, 3 дня всего, а так 5. То есть мы в 6 утра приезжаем в воскресенье и в 9 вечера в 5, в 6 утра приезжаем в понедельник и в 9 вечера уезжаем в пятницу. И я не думаю, что я там сильно много что навышиваю, я догадываюсь, там будет чем заняться, но я вот сейчас смотрю на этот маг, который я действительно достала для того, чтобы погладить, чтобы завтра показать в итогах, чтобы погладить, пока есть свет. И я на него смотрю, и мне так хочется отлучать подсолнух, но завтра сегодня уже нет, завтра мы с вами стартуем ракушки. А там, там будем думать, но конечно, очень он красивый, мне кажется, в паре с подсолнухом будет вообще шикарно. Так, хватит рассматривать былые подвиги, нужно совершать новые. Итак, что у меня есть? У меня есть готовая работа, еще одна готовая работа. У меня еще полтора часа до выхода из дома, чуть меньше. Я доделала птичек, сделала на них бэкстич. Здесь, конечно, вот этот несчетный бэкстич в лапках, это такое удовольствие, давно такого не получала. Но, слава богу, этого несчетного здесь было мало. И сейчас, к сожалению, погладить я его не могу. Он, конечно, выглядит, этот дизайн лучше, чем маки. Маки я погладить успела, но это надо будет погладить сегодня вечером, потому что утром там света не будет, когда я буду снимать. Так что, это надо гладить сегодня. Сейчас пойду доделывать все мои недоделки, в дизайне коси. Помните, у меня там 4 крестика, они там вышиты, где надо, надо распороть, вышить где надо. Опять же, будем бабочку оформлять, будем сшивать две половины этого захода солнца. И потом, я так понимаю, что это мне подсказывает, что это уже будет после возвращения домой. Меня еще ждет вот такая вот история. Вот эта вот история, это лист пластика из моей осенней деревеньки. Как вы видите, из всего вот этого многообразия у меня вышит там низ, то есть вот это и чуть-чуть на четверг, то есть вот это вот полностью, вот это вот все у меня не вышито. Можно ли его вышить за один вечер, я не знаю, честно вам скажу, но показывать его в итоге, вот в таком вот виде, очень сильно бы не хотелось. поэтому буду пробовать что-то делать. Так, а что я здесь конкретно? Я тут нигде не ошиблась, мне интересно. так, одна, вторая, а что мне здесь нитка делает? Или это я просто ее закончила и она, почему она здесь? Я случайно не перепутала, может я думала, что вот этот вот желтый, это тот же цвет, а это же не тот же цвет. в общем, надо сейчас разобраться, в какой, в какой она дырке, или я просто вышивала, закончила просто и почему-то ее вывела на лицо. Если ты тут закончила, зачем ты ее на лицо вывела? В общем, надо разобраться, чтобы я тут, кроме того, что мне нужно это все вышить, чтобы я тут еще сейчас пороть не начала. Ну, вроде нет, вроде все в порядке. Да, почему она на лице, я не знаю. Мы этого уже не узнаем. Но вроде как лишнего не вышито. Так что двигаемся дальше. Но мои синички прилетели. Добрый день! 29 число у нас уже, четверг, 29 августа. И я только что закончила снимать видео с итогами. Господи, эти яблоки падают, меня пугают. Только что закончила снимать видео с итогами. Что я вам хочу сказать? Я дооформила вчера эмброидерик рафт, но этого не увидят зрители итогов сезона. Так, а я не увижу схему. Я не увижу свою схему. Уважаемые, что за попытки побега, не понимаю. тронула мяту, мята так вкусно пахнет. может купить спрайта, сделать мохито. Так, ветер поднялся. Мне это не нравится. В общем, да, этого не увидят зрители итогов сезона, но бум! Я не забыла, не успела клеем приклеить задник, поэтому я дипломатично не показывала просто, как это все выглядит сзади. собрать я его вчера собрала. Там немножко были перипетии со сборкой, но, опять же, я рассказала в итогах, видите, там через несколько дней. О, отлично, у меня 4 минуты памяти осталось. Шикарно, просто шикарно. А, так, подождите, сейчас нужно удалить с камеры планы. Я только что удаляла с камеры планы, и на секунду мне показалось, что я удалила итоги. я была в шаге от того, чтобы торопиться в речице глубокий, но нет, слава богу, вроде как итоги на месте, но это, это была минутка инфаркта. В общем, да, собрала я вчера этого кадра, что я вчера еще полезного сделала, я вчера в косе перешила вот этот вот нижний элемент. Что я еще сделала? Было что-то еще? А, я собрала бабочку. Вот так вот она выглядит. Но, чего я не сделала, так, это сейчас надо будет все как-то убирать. Погладила мак вчера. В общем, у нас вчера не было света, его отключили в четыре, должны были включить в семь, но в какой-то момент где-то было решено, что никто никому ничего не должен, у нас включили свет аж в десять вечера. Я быстро побежала ставить, выводиться видео с планами, я побежала гладить, в общем, погладила. Нужно было мне вот эту работу погладить, вот эту работу погладить законченную, и я гладила для сегодняшнего старта вот эту, ткань, лен, лед, какой-то там голубой лед, который я приобрела на прошлой неделе. Я немножко подтормаживаю, я сегодня опять проснулась в четыре утра от работы ПВО, и это уже не просто задолбало, это уже то, что я, к сожалению, сказать в видео не могу, потому что мне его заблокируют, но это вот то слово, вот то самое. как-то просыпаешься, подскакиваешь, а у нас еще не было света и не было связи. И я уже, ну не буду я на ночь включать интернет. Думаю, ну как появится, я там кому надо сообщение отправила и сразу написала, что типа это я вам пишу в такое-то время, в четыре утра у меня включат свет, вы получите все эти сообщения. Я просыпаюсь, света нет, непонятно, что куда летит, почему, я даже не слышала тревоги, я слышу, оно взрывается и непонятно опять же, что куда, потому что нет света, нет связи. В общем, потом вроде как заснула опять в 7 утра воет эта сирена, опять какие-то взрывы. у меня такая дурная голова, я не знаю, как я сняла, если честно, итоги, просто вот это тот случай, когда через силу, то есть я понимаю, что их надо снять, пришло то время, но как-то потом разговорилась, но прям сложненько-сложненько, и показала я листы пластика, пластик полежал на солнце, он теперь просто вот так вот себя ведет, вот просто вот так вот растаял, вот так выглядит лист пластика, который я должна была вчера закончить, как видите, не сложилось, не срослось, у меня вчера был очень тяжелый вечер, как-то почему-то вечером сразу несколько человек решили, что нужно делать мне нервы, и успешно пытались это сделать, ну я там тоже немножко поделала в ответ, но да, мне вчера было точно вечером не до пластика, я сходила на тренировку к другому тренеру, мне понравилось, я бы сходила, еще раз, все-таки, насколько от тренера к тренеру отличается подход вообще к тренировке, то есть, ну, джампинг, то есть, батут, какой-то, соответственно, есть определенный набор упражнений, которые можно делать на этом батуте, но там просто все по-другому, вот все по-другому, другие движения, или те же самые, но как-то немножко видоизмененные, там, например, мы делали те движения, не держались за ручку, тут эти движения делаются, когда ты держишься за ручку, часть вообще новых движений, причем все, кто был, знали, потому что они уже, очевидно, к этому тренеру ходили, мне пришлось хватать как-то на лету, разбираться, что там нужно делать, ну, все, вот до мелочей, вплоть до того, что у того тренера мы сами никогда батуты не собираем, не разбираем, то есть нам все делают за нас, то есть батут его нужно, он стоит вот так вот, то есть он должен стоять вот так, а не стоять вот так вот к стеночке, и у каждого батута есть ручка, ее нужно засунуть в определенное место и закрутить там такой винтик, в общем, та тренер, она нам ничего не дает делать, она сама перед занятием ставит все батуты, люди приходят на тренировку, становятся там, прыгают, и в конце тренировки там еще есть такая часть там на пресс и силовая часть, и коврики стелятся прямо на батут, то есть мы качаем пресс, лежа на коврике, который лежит на батуте, а здесь, перед этой частью силовой, нужно было самостоятельно открутить ручку от этого батута, положить ее в определенное место, поставить батут, дотащить батут до того места, где они стоят и поставить его. Он, ну, не то, чтобы он прям весит, я не знаю, там 30 килограмм, но он что-то весит, это металлическая конструкция. Я немножко, ну, очевидно, предполагают, что раз ты пришел на джампинг, ты способен поднять батут, но мне было, ну, прям тяжеловастенько. То есть, абсолютно, и даже в таком абсолютно другой подход. Но интересно было, и, кстати, я выпила весь тот литр той бутылки, которую вот я позавчера приобрела. Я выпила литр воды. Вот я пила столько, сколько мне хотелось, прям себя не ограничивала, знала, что у меня ее много. После вот каждого там подхода, после каждой песни, в нашем случае, когда говорили, пейте воду, и у меня было желание ее пить, а желание ее пить у меня было всегда, я ее пила вот сколько хотелось. И я выпила весь литр. Я не знаю, как можно выдулить за час литр воды. Но там еще не было, опять же, света, где работал кондиционер. Я, как самая хитрая, стала около окна. Но это не очень помогало, учитывая, что, опять же, 140 градусов на улице. Вот сейчас, кстати, 30, да, вроде бы, я опять снимала видео в купальнике. В общем, не знаю, что мне сейчас делать. Вроде как, в час должны были включить свет, мне еще столько всего надо сделать, но надо банально постирать. А это без света не получится, потому что без света нет воды. А без воды, как известно, и нет воды, и не сюда. И постирать надо, и монтировать надо. Тоже без света никак. И я не знаю, что мне делать. У меня большой соблазн пойти уже, уже не в топы, если в речи глубокие, а просто в ней поплавать. Потому что я уже стою в купальнике, все, уже все готово, в принципе, к заплыву. Но меня, знаете, так, вот это вот чувство ответственности, оно меня в хроп сведет. Куда тебе идти плавать, когда у тебя столько работы? Ты можешь найти себе работу, которую ты можешь делать без света. И вот какой-то поганый внутренний голос мне вот это проговаривает. Куда ты собралась? У тебя есть дела. А я понимаю, что я там в субботу не пойду, скорее всего, на пляж, потому что там тучи, и на субботу максимально много тоже делал. Пятницу тоже вряд ли завтра пойду, потому что у меня впечатление месяца снимать. А, и у меня тренировка вечером, да. Тоже не пойду. В воскресенье я уезжаю. Я приеду уже какого-то там 7 сентября. В принципе, если будет хорошая погода, конечно, можно будет еще купаться, но знаете, вот это постоянно мысли, а вдруг это последняя возможность. в общем, я сейчас как-то преодолею свой этот внутренний, этого шептуна, этого внутреннего, и как-то таки туда-сюда схожу, но не знаю, как вы боретесь с внутренним голосом, который не дает вам отдыхать? Как его удавить? Потому что мне, мне надо. В общем, сейчас я все это занесу, эти листы расплавленного пластика, у меня тут опять же все мои эти работы стоят, вот так выглядит закадровая жизнь. Я не уверена, что дадут нам в час, мне только что пришло уведомление, что дадут свет дома, у нас тут первая группа, а дома вторая, и там графики одинаковые, но включают их по-разному, и я вот сомневаюсь, что нам дадут в час. И опять же, страшно провтыкать свет, его не так много, чтобы где-то непонятно где шастать, когда есть свет. Не знаю. А, что я не знаю, сейчас пойду, посмотрю, если есть связь, я посмотрю в телеграм-канале выключатель света, посмотрю, включат ли первой группе свет в час дня, если там будет написано, что не включат, то пойду себе. Логично, логично. Но я сняла итоги. Я сняла итоги. Я с собой крайне довольна. Надо себя хвалить. В общем, сейчас пойду, скорее всего, поплаваю. Потом пойду, если будет свет, надо монтировать, стирать, убирать. Ай-яй-яй. Да. Не кстати снова вся эта фигня со светом, но что поделать. надо как-то снова адаптироваться. И сегодня у нас с вами будет старт. Да. Сегодня стартуем морской деменшинс. Итак, я таки превозмогла саму себя. Сходила на пляж, поплавала. Водичка такая прохладненькая, но терпимо. Не холодная. Бодрит. В общем, вернулась я домой. 15, 48, 32 градуса. Вы думаете, свет есть? Нет. Это при том, что должны были включить в час. Не включили в час, не включили в два, не включили в три. По-моему, позже, чем в четыре, уже не могут включить, потому что это уже белая зона начинается. То есть, если включат в четыре, в семь выключат точно. То есть, это будет три часа света. Я не знаю, куда мне надо будет бросаться за эти три часа света. В общем, давайте о хорошем. Хороший это новый старт. Давайте я достану обложку, потому что потому что потому. Вот такой вот дизайн я собираюсь начать. Я скачала перенабор. 2864 крестика. Тут 1123 крестика. 2222 полукреста. Какая красивая цифра бокстич. Какие-то декоративные. А, здесь, по-моему, лэйзи-дэйзи в какой-то из ракушечек. Здесь где-то есть лэйзи-дэйзи. Я вот не знаю, буду ли я вышивать вот это Welcome Each New Day. Я посмотрю, как будет без него, потому что под ним, там, видите, эти облачка полукрестом. Посмотрим. Может быть, и не буду. Здесь была канва. Собственно, она здесь и есть. Схемка. что у нас тут по цветам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, двенадцать, четырнадцать цветов. Здесь была вот такая канва. Мне кажется, что шикарно я подобрала замену. Это Cashel 28-го каунта голубой лед. Мне кажется, практически один в один. Шикарно. И надо посмотреть, что у нас тут по полукрестам. Мне что-то подсказывает, что тут дикое количество сложений будет. Вот так выглядит схемка. Так, крестик в два, в два, в два, в два, в два, в один. Где-то есть. И еще в один. в два, в два. Так, полукресты четыре, четыре, три, четыре, три. Да, вон она где-то есть. Лэйзи-дэйзи в одну. И значит, раз, два, три, четыре, четыре цвета бэкстича. Голубым в одно и в два сложения. Сейчас проверю, соответствует ли перенабор. И буду начинать. Будет у меня сегодня новый старт. если я за ближайшие три дня смогу вышить эту работу, будет шикарно. Кстати, знаете, еще какая история, я недавно это увидела, по-моему, в видео у Виты Кростич. В общем, перенабор. Перенабор у меня в DMC. Мы заходим вот сюда, видим такой вот штурвальчик. У этого штурвальчика может быть белая серединка, может быть вот такая синенькая. Перенабор у нас в DMC. Здесь у нас понятное дело нитки Dimensions. Если у штурвальчика синяя серединка, это значит, что там есть какая-то дополнительная информация. Есть у нас, например, цвет 310. Давайте начнем с простого. Что мы здесь видим? Цвет, символ, то есть можем выбрать символ индекс, это количество сложений. И у нас есть вот такой вот знак вопроса. И мы туда нажимаем и мы видим Dim 18403. То есть это номер вот он, где он, вот он, Black 18403. И так будет с каждым. То есть на любой цвет какой-то взять там посложнее. Например, 977 значок сердечко. Нажимаем, заходим сюда и видим, что это 15351. 15351. 15351 сердечко. В общем, если вы не знали, теперь знайте, что если у штурвальчика закрашенная серединка, это значит, что там для вас какое-то есть тайное послание. Его можно зайти и посмотреть. Сейчас буду проверять, что тут по полукресту. Но судя по тому, что есть уже вот такая вот история, я думаю, что с полукрестом здесь тоже все в порядке. 4-4. Короче, должно быть 3 в 4 сложения и 2 в 3. В принципе, 3 в 4, 2 в 3. Да, так оно и есть. В общем, походу мне повезло скачать нормальный перенабор. Это я на пинде искала. Кстати, кто знает, пинде уже разглючился или не разглючился. Это сайт, где очень много всяких схем перенаборов. И о да, все хорошо. Разглючился, потому что мне надо было как раз что-то поискать. В общем, вот так это все выглядит радость жизни. Вот сайт. И несколько дней назад пропадала вот эта вот строка поиска, ее не было. Заходишь на сайт, там нет строки поиска. Такой как так жить? Ну вот появилось, надо поискать перенаборы на мои осенние мелхилы. Что там вибрирует? Если мне не вибрирует, что скоро появится свет, не надо мне тут вибрировать. никакие новости сейчас кроме появления света не нужны. Ладно, интернет пока от пауэрбэнка работает, поэтому я наверное сейчас загружу видео с планами на ютуб, залью. Хоть что-то буду делать. Пришла я, значит, снимать впечатление месяца. У нас уже 30-е число. Юки, я мою ноги. Я понимаю, что у меня дома часто нет света, но когда он появляется, я успеваю все сделать. Вот просто все. Я прям не отстаю в этом вопросе. Юки, давай, может быть, мы как-то перестанем. Идем. Все, я сняла. Я сняла впечатление месяца. Ну, в процессе съемок впечатления месяца я что-то там рассказывала с телефона, пыталась загрузить какую-то страницу и поняла, что у меня пропал интернет, и я поняла, что отключили свет. Поэтому света на даче нет, что иди туда, что не иди. Ничего сделать не смогу, но я смогу вышивать. А я вчера вышила 850 крестиков. в этих ракушках. К сожалению, не притрагивалась к пластику, но в них вышло 850 крестиков. Искренне хотела тысячу, но вырубили свет. И уже было час ночи, думаю, ладно, пора спать. В общем, пойду. Будем ждать свет. Вроде должен быть в 4, но как вчера показала практика, никому ничего не должен. Нам вчера тоже должны были дать в час, а далее в 5. Поэтому как-то как-то. Здесь, конечно, было намного тише, здесь не было соседей сверлящих, ну, где-то были надалеко, но зато у нас тут орал петух, и в какой-то момент сороки начали выяснять отношения, я не знаю, то ли это у них была драка, то ли не драка, но это было очень громко, ну, по крайней мере, это не сосед с болгаркой, это уже всегда плюс. В общем, идем, покажу вам, что я за вчера навышивала. Так, все, я дома, наглым образом вас обманула, не 850, 830 крестиков я вышила за вчера. Вот это вот, много полукреста в одно сложение, разными цветами, не люблю такое. Крестики в два вроде хорошо ложатся, и вот это вот все у нас полукрест в 4 сложения, чуть-чуть я его там не довышивала, он тут в этом фоне, песочек, и тут по этим ракушкам тоже пойдет. И это 28,99, 29%, будем считать. В общем, сегодня надо еще поднажать на завтра, боже, у меня столько дел на завтра. Я и пирог задумала печь, и на пляж я хочу, и видео мне нужно впечатление месяца смонтировать, и неделю мне нужно смонтировать, кроме того, что мне это нужно смонтировать, мне это надо еще загрузить. Мне надо собирать вещи, я еще до конца не понимаю, что мне брать, что не брать, а для того, чтобы мне вещи, мне надо их собрать, надо их потом дотащить до дома, потому что на вокзал буду ехать из дома. я немножко в шоке от количества всего, что мне нужно завтра воплотить в жизнь. Опять же, надо лампы брать, ну, в общем, да, будем решать проблемы ближайших нескольких часов, а потом снова ближайших нескольких часов, а потом снова. В общем, я сегодня все-таки надеюсь эту работу еще хорошенько продвинуть. За завтра я ее, конечно, вряд ли закончу, но, может, у меня еще в воскресенье будет какое-то время, и надо думать, подготавливать, если что, брать с собой. Короче, обо всем надо думать. Обо всем надо думать. Сейчас будем ждать ближайшего света, но когда он будет непонятно, потому что опять эти экстренные отключения. Но, вроде как, я хорошо вчера потрудилась. Кто-то пришел. В общем, что я вам хочу сказать, на манеже все те же. Вырубили свет в час, включили в 7.35, я была на тренировке, включили свет, я чуть не вспрыгнула с того батута, не побежала домой, но как-то мужественно дождалась конца тренировки. прибежала домой в полдевятого, быстро, пока сходила в душ, туда-сюда, туда-сюда, села монтировать впечатление месяца. И что мы имеем? Мы имеем с вами вот такую вот картину, это я, вот так вот красивенько я сидела, вот, что-то там эта женщина рассказывает, активно жестикулируя, и вот, пожалуйста, 10 часов его вырубили назад, то есть дали свет на 2,5 часа. Понятно, вывести я все это дело тогда уже сегодня не смогу, я в шоке. Как работать в таких условиях? Пока что 512 крестиков, но я не сдаюсь, я еще буду вышивать как-то без света, но буду. Боже, у меня звук идет через наушники, если это смотреть без звука, это настолько интересно выглядит. Человек просто очень активно машет руками. Вот так вот. Ой-ой-ой. В общем, там было много интересного. Впечатления месяца для спонсоров выходят в воскресенье. 1 числа. То есть вы смотрите вышивальную неделю, они уже на канале. Так, что мы с вами имеем? Мы имеем утро 31 августа, субботы. Повезло, сегодня день не пляжный, я понимаю, что странная формулировка, но я успею больше сделать. Я еще не начинала собираться, зато я уже вывела впечатление месяца, они там, по-моему, на час 11 получились. И, судя по всему, каким-то непонятным образом получилась ленющая вышивальная неделя. за которую я тоже сейчас возьмусь за монтаж. Вчера включили свет в 2 часа ночи, когда он уже был особо не нужен. Но сегодня вроде как будет до 4, потом должны на 3 часа выключить, и потом дальше тоже будет. В общем, у меня на сегодня большие-большие планы. Я буду печь пирог, наконец-то. Впервые буду печь пирог, именно какую-то выпечку в духовке такая электрическая. Конечно же, электрическая какая же еще духовочка тут маленькая. И я в ней там делала всякие кабачки, запеканки, гречку с курицей, и просто курицу, но именно выпечку я никогда не пекла. Будем пробовать. Еще, кроме этого, кучу дел. Надо хоть немножко поубирать. У меня тут такой творческий бардак развелся за предыдущие несколько дней. вот этих вот всех съемок. Надо подумать, может, какие-то вещи мне здесь не нужны будут на даче, забрать их завтра с собой тоже домой. В общем, сейчас надо будет как-то это все обмозговать. Например, вот готовые работы вышитые точно можно с собой забрать домой, что они здесь будут лежать. В общем, надо подумать, чтобы, во-первых, потом отсюда меньше вещей было вывозить, и, во-вторых, чтобы вернуться хоть в какое-то что-то более-менее благообразное, потому что сейчас у меня вот... Я просто господствую над хаосом. Значит, в работе 52%, 662,5 крестика вчера я умудрилась вышить, но непосредственно крестики в этой работе закончились. Все, крестиков больше не будет. Будут полукрестики, 1482 штуки, и бокстич, и 3 лэзи-дейзи. Шансы мои доделать это сегодня достаточно велики. Я преисполнена оптимизма, и, собственно, к этому делу и приступаю. Добрый вечер! У нас уже 18.56, и должны с минуты на минуту включить свет, и вроде сегодня уже отключать не будут. Я разобралась с впечатлениями месяца, я подобавляла везде описание, осталось только вывести вышивальную неделю, чем, собственно, и собираюсь сейчас заниматься, после того, когда сниму к ней финальный кадр, вот тот, который вы сейчас видите. 78% у меня на данный момент, и остался только бэкстич. Я вышила все крестики, все полукрестики, такое плотненькое тут море получилось. И сейчас очень нравится мне тот полукрест, который как песочек, так красиво он улегся. И сейчас мне предстоит делать бэкстич. Не уверена я еще опять же по поводу этой надписи Welcome. Бэкстич у нас тут будет тремя цветами, 310-й черный, 317-й это в большинстве своем он на вот этих вот ракушках. Этот бэкстич Лэйзи Дэйзи. И 799-й это голубым, но конкретно голубого прям бэка-бэка где-то внизу я не вижу, наверное, это вот все, что здесь, что надпись. Да, я только что увидела, что 317-м вышиваются вот эти вот чайки. Как его там крепить? Просто непонятно. Тут много непонятного. Тут непонятно, как его крепить в начале, тут непонятно, как его крепить в конце. А чайки надо. Поэтому сейчас как-то буду думать. На конве это, конечно, было бы легче. Но тут еще хорошо. Это вон в полукрестиках застряло. А вот эти две просто в чистом поле. Ну, как-то будем пробовать. В общем, считает мне программа еще сколько, сколько, сколько? Я сегодня еще должна потрудиться. 1242 стежка бэкстича. бэкстича. я считаю, что это вполне возможно. Поэтому буду приступать. А вы сможете увидеть эту работу готовой уже в следующей вышивальной неделе или заходите среди недели в инстаграм. Возможно, она тоже там появится в готовом виде. Так что, несмотря на все, что я на этой неделе снимала в каких-то абсолютно неблагоприятных условиях, монтировала, вышивала, дошивала. Я все равно, судя по всему, тьфу-тьфу-тьфу, но успела вышить еще эту работу. И это очень классно. Я уже начала собирать вещи, какое-то их удивительное количество. Я не понимаю, почему мне на пять дней хочется взять с собой все. У меня вот такое ощущение, мне все понадобится. И это же не так. Я пытаюсь как-то включать холодный разум, но у меня это очень редко получается, к сожалению. Ну, буду пробовать. А на этом все. Спасибо всем, кто провел эту неделю вместе со мной. Спасибо всем большое за внимание. Удачи вам, творческих успехов. Берегите себя. Пока.